Здравствуйте! В эфире информационная программа «Вести Кабардино-Балкария» в студии Альберт Корцаев. Вначале коротко о главных темах. ЖКХ, строительство и социальная сфера. Вопросы развития сельских территорий обсудили сегодня на заседании Госсовета в Кремле. Как осень, сразу крысы вперед за родину. И так уже 20 лет. Как долго Псичоксан придется делить жилплощадь с грызунами и змеями. Жилой дом в Натчике сгорел до тла, пострадавших нет. Версию о поджоге спасатели не исключают. Юрий Коков сегодня принял участие в совместном заседании Госсовета и Совета при Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики. Заседание под председательством Владимира Путина состоялось сегодня в Кремле. В повестке дня – вопросы устойчивого развития сельских территорий. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий подчеркнул, отвечая на вопросы журналиста в Рио главы КБР Юрий Коков после завершения заседания. Предание этому процессу устойчивости обозначено президентом страны в качестве стратегической задачи государственной аграрной политики страны. И в этом смысле перед Кабардино-Балкарией открываются широкие возможности. В КБР сельские районы занимают более 90% территории, а сельское население составляет практически 46% жителей республики. Социальное развитие сел позволит в ближайшие годы вывести агропромышленный комплекс республики на новый уровень и сделать сельскую жизнь более привлекательной. Одновременно в КБР осуществляются мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры. И об этом также шла речь на госсовете. На наш взгляд, создание конкурентоспособного аграрного сектора – одна из основных предпосылок развития сельских территорий. Цитирует Юлия Кокова, пресс-служба главы и правительства КБР. Вопросы развития территории обсуждали сегодня и в регионах. 21 апреля в России второй год отмечается День местного самоуправления. Указ о его учреждении был подписан президентом страны в июне 2012 года с целью повышения роли и значения Института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Сегодня именно на этом уровне решаются вопросы, определяющие качество повседневной жизни граждан. В компетенции муниципалитета в обеспечении порядков ЖКХ, благоустройства территорий и развития общей инфраструктуры. Много других проблем обозначены законом, 131 законом. Мы должны решать полномочия, которые на нас следят. Это обеспечение прежде всего водой населенные пункты. Один из важных проблем, считаю, Кабардино-Балкарии. Это и очень правильно поднятое руководителем республики санитарное состояние наших населенных пунктов. Это и проблемы, связанные с дошкольными учреждениями, объектами культуры и так далее. Конечно, сегодня есть проблемы, связанные с финансовым обеспечением этих полномочий. На местах должна оставаться хотя бы часть налогов, иначе с возложенными обязанностями не справиться, говорят муниципалы. Практически вся социальная инфраструктура, жилье, коммунальное хозяйство, объекты культуры и здравоохранения построено давно и уже не соответствуют современным требованиям. Одним щелчком эти проблемы не решить. Между тем, Госдумой сейчас рассматривается ряд поправок в закон, гарантирующих укрепление бюджетной самостоятельности муниципалитетов. Так, предлагается передать часть полномочий на региональный уровень и пересмотреть принципы распределения налогов. Теперь субъектам дается 30 дней для внесения своих предложений. Вода на улице, газ только в баллонах. Общежитие в Псычохе может служить наглядным примером того, насколько местные власти иногда бессильны решить накопившиеся проблемы. Больше десятка семей вынуждены жить в здании бывшего пионерского лагеря. В местном бюджете средств на их расселение нет. Есть ли выход из этой ситуации, выясняла наш корреспондент Нуржан Кубадиева. Дом на окраине. Так в селе прозвали бывший пионерский лагерь, принадлежавший как это Псычохскому плодопитомнику, а в 90-е годы ставший постоянным местом проживания 15 семей. 50 лет назад его строили с расчетом, что сюда будут приезжать на практику студенты. С развалом Союза вышло, что жить здесь остались те, кто много лет трудился на сборе яблок. Так и превратился лагерь в общежитие, а некогда живописное место у реки стало рассадником всякой живности. Как осень, сразу крысы вперед за родину к нам, и мыши полевые тоже. Мыши – это вообще бедствие с мышами. У них уже с крыш падает. Вот сидишь, она может упасть спокойно. Они же прогрызают все на свете. Это же полевые мыши, ладно бы тебе домашние были бы. А змей вообще нереально много. Круглый год убиваем. Здесь нет удобств, из коммуникации только свет. Вода на улице, газ в баллонах. Зимой обогреваются электрическими печками, да и то с трудом. Дом построен в один кирпич. Жильцы пытались его ремонтировать, но сооружение настолько ветхое, что попросту рассыпается. Тут сырость, холодно. На улице тепло, чем дома, если честно. Когда солнце светит, мы на улице гуляем. Потому что дома не вариант сырости, воняет. И дочку вот каждый раз вот так гуляет, ее одевает, чтобы сыростью не дышала. Глава администрации Псычоха показывает в своем кабинете кипу писем в различные инстанции. На документах, датированных 13 и 14 годами, злополучный дом значится как одна из главных проблем села. Но решить ее пока не могут. По словам представителей райадминистрации, денег на расселение в муниципалитете нет. Всю полностью документацию, то, что от нас зависит, мы сделали. После этого мы вышли с просьбой Министерства строительства Габрины Благодарской Республики, которое вышло с предложением Министерства экономического развития Республики о включении лимитов на проектирование и строительство квартирного жилого дома для 15 семей. К сожалению, лимит финансирования данного объекта не был включен. Чтобы расселить людей, администрация выделила участок и планирует построить коттеджи. Дело за тем, где взять деньги. Недавно местные власти Псычеха обратились с письмом в правительство. Теперь ждут ответа. Нуржан Кубадеева, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино-Балкария. К другим темам. В структуре исполнительных органов госвласти КБР появится новое управление. В его функции будет входить взаимодействие с институтами гражданского общества и координация национальных организаций. Соответствующий указ подписал Юрий Коков. Документ сегодня размещен на сайте руководителя республики. Кабмину поручено в месячный срок утвердить положение об управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и дела национальности КБР, утвердить его предельную численность и фонд оплаты труда. Обучать языку значит приобщать к культуре своего народа. С этой мыслью в Нальчике на площадке Кабардино-Балкарского госуниверситета стартовал сегодня форум черкесской молодежи России и зарубежья. В таком масштабе с участием делегаций из Абхазии, Турции, Израиля, Германии, США и ближневосточных стран встреча проводится впервые. О том, как потомки черкесов изучают язык предков, наш спецкор Заур Гидуев. Эти молодые люди – потомки мухачиров-черкесов, которые вынуждены были покинуть родные земли более 150 лет назад. Предки Натали Хануш в 1864 году бежали в Турцию, потом перебрались в США. Сейчас живут в Нью-Джерси. Платаровека несколько поколений этой семьи крезли о возвращении на землю предков. Дома говорят только на Кабардинском. Американка с русским именем и адыгской фамилией так хорошо изучила родной язык, что преподают в школе при черкесском благотворительном обществе. Мы пытаемся лучше, чтобы все молодые дети, молодые дети, учатся на Кабардинском. Сам процесс сохранения языка у них идет через восстановление культуры. То есть они стараются танцевать адыгские танцы, кафа, вычи и так далее. Им очень сложно сохранить язык, потому что наравне с черкесским они должны каждый день пользоваться американским языком, то есть английским языком. Большинство участников форума, как и Наталья, на исторической родине никогда не были. Связующим звеном стал Кабардино-Балкарский госуниверситет. Общаться на родном языке со сверстниками, знакомиться с культурой и традициями своего народа, адыгская молодежь будет несколько дней. О многонациональной России, где сейчас живут коренные адыги, они знают слишком мало. И форум призван восполнить этот пробел. Каждый народ чем-то поддерживался. Например, те же евреи, даже не владея языком, потеряв язык, вместе с тем они сохранились благодаря своей религии. Это же сделали, допустим, и армяне. У адыгов тем цементирующим является их язык. Потеря языка будет означать потеря их интетичности. Их духовный мир, он вбирается в их язык. А язык – это культура, общая культура. Вот на что мы наше внимание и хотим обратить. После официального открытия началась работа в секциях. В одной из них речь шла об адыгахабзе – морально-нравственном кодексе черкесов. Не обошлось и без политики. Участники форума обеспокоены положением соотечественников в Сирии. Адыгская диаспора старается не вмешиваться в конфликт. Но война в этой ближневосточной стране уже оставила без крова сотни черкесов. Если бы не Россия, потерь было бы больше, говорит председатель черкесского благотворительного общества в Сирии Аднан Хапа. Если бы Россия пошла на поводу Европы и Америки, повторился бы иракский или ливийский сценарий, которые до сих пор раздирают межэтнические и межконфессиональные распри. И страну разделили бы на части. Нам, адыгам в Сирии, нравится, как действует Путин. Мы гордимся им. Форум черкесской молодежи проходит при финансовой поддержке Минирегионразвития России. Участникам зачитали приветственные адреса Палпредов СКФО Александра Хлопонина и временно исполняющего обязанности главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова. Завтра зарубежные делегации побывают в кабардинских селах. Потом встретятся с сирийцами, студентами КБГУ. Запланирована программа и поездка в Олимпийский Сочи. А завершится форум уже в Абхазии 26 апреля. Заургий Дуев, Азамат Табухов, Вести, Кабардино-Балкария. Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий трудовых мигрантов сдавать экзамен по русскому языку. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Кремля. Кроме владения языком, иностранцы должны ответить на вопросы по истории и основам российского законодательства. Такое испытание предусмотрено при оформлении вида на жительство, разрешении на временное проживание и работу. Экзамен не грозит тем претендентам на въезд, у которых есть документ об образовании, выданный в СССР до 1 сентября 1991 года. В законе также сделаны исключения для специалистов высокой квалификации. Этой категории мигрантов подтверждать знание русского языка не придется. Причиной ужесточения требований стало то, что гастарбайтеры в основной массе не заинтересованы в культурной и социальной интеграции в России. Ранее Федеральная миграционная служба уже приводила примеры, когда бесплатные курсы по изучению русского языка для мигрантов закрывались из-за отсутствия желающих. Продолжаем выпуск. Несколько крупных пожаров произошло на территории республики в минувшие выходные. В Зольском районе огнем уничтожено более 60 тонн сена. В Нордкале сгорела крыша жилого дома. Череду продолжил пожар в Нальчике по улице Куйбышева. Это центр города, загорелся Саманный дом. Тушение длилось несколько часов. На месте ЧП побывал наш корреспондент Осман Казаков. Улица Куйбышева, 68. От частного домовладения практически ничего не осталось. Даже под дождем, спустя 12 часов после тушения пожара, мебель на улице продолжает дымиться. Пламя охватило около 100 квадратных метров жилого помещения. К счастью, никто не пострадал. Жильцы в момент возгорания отсутствовали. Накануне пожара, по словам соседей, произошел семейный конфликт. Муж хозяйки забрал двух малолетних детей и ушел в свой дом. Где находится их мать, пока никто не знает. В сообщении на дежурный пульт Центра управления кризисными ситуациями республиканского главка пришло около часа ночи. На тушение пожара были задействованы силы СССР Федеральной противопожарной службы в составе трехедней техники и 13 человек личного состава. В час 33 открытое горение было ликвидировано. Еще более часа понадобилось огнеборцам для проливки конструкции во избежание повторных возгораний. В республиканском МЧС версию поджога не исключает. Точная причина возгорания жилого дома станет известна через две недели после заключения экспертов испытательной пожарной лаборатории. Осман Казаков, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино-Балкария. О спорте. Ничейный счет 0-0 не устроил обе команды. Именно так прокомментировали тренеры итог вчерашней встречи Спартака из Нальчика и Химак из Дзержинска. На победу были мотивированы обе стороны. Гостям с берегов Оки нужно выкарабкаться из зоны вылета, а красно-белым улучшить свое турнирное положение. Почему уже так и не удалось распечатать ворота, расскажет Тахир Дадуев. К матчу с Химиком болельщики Нальчикского Спартака готовились основательно. Обеспечить клубу поддержку трибун должен был автопробег по близлежащим населенным пунктам. Правда, как это часто бывает, подвела организация. Фанаты собирались полтора часа. В итоге времени хватило проехаться только в пределах городской черты. Повлияло ли это на исход матча или нет, но только голо в этот воскресный день болельщики так и не дождались. Атаки и контратаки с обеих сторон начались с первой же минуты. Команды имели несколько чистых, можно сказать, стопроцентных моментов для взятия ворот. Наш форвард Андрей Панюков дважды выходил почти один на один с голкипером гостей. Были возможности и у Химика, но мяч упорно не шел в ворота. Последовавшие замены ситуацию не изменили. Матч завершился обидной для хозяев поля нулевой ничьей. Сегодня понятно, что хорошая команда, стадион, поле для нас непривычное. Но ребята выдержали, на что я им благодарен, молодцы. Ну и естественно, что не пропустили сзади это плюс. И был ряд голевых моментов, которые мы могли реализовать. Но, к сожалению, прицел у наших нападающих пока сбитый. Ну тут даже вопросов быть не может, мы полностью расстроены результатом. Даже вообще говорить не о чем. То же самое творится в раздевалке, все игроки абсолютно расстроены результатом. И в принципе это позитивный момент. Потому что игроки прекрасно понимают, что дома должны были выигрывать. Хотели порадовать болельщиков, но, к сожалению, не реализовали те моменты, которые у нас были. После этой игры нальчане занимают 13-ю строчку в турнирной таблице. В активе команды 41 очко. До конца первенства еще 5 игр. Впереди встречи с лидерами. Арсеналом Уфо и Мордовии. Следующую игру спартаковцы проведут на выезде. Также с одним из сильнейших клубов лиги. Московским Торпедо. Тахир Дадуев, Сафар Гиреев, Анатолий Дереко, Марат Татруков. Вести. Кабардино-Балкария. И последнее. После нескольких теплых дней погода на территории республики снова сделала реверанс в сторону похолодания. Еще на выходных столбики термометров поднимались до плюс 25 градусов. А сегодня в Нальчике уже вдвое холоднее. Подобные температурные колебания метеорологи считают нормой для весны. Холодный фронт пришел к нам из Турции, говорят синоптики. И перемен в ближайшие дни ждать не стоит. Особых изменений в погоде мы не ожидаем. У нас также будут облачно. У нас будут дожди от слабых до умеренных. Ночные температуры 5-10 градусов. Днем ожидается в пределах 11-16 градусов тепла. Такой температурный режим сохранится в ближайшие 3-4 дня. Ожидается приток холодной воздушной массы из самой Арктики. Так что будет понижение температуры и впредь. О погоде на завтра подробно расскажут Захраб Шихачева. Напомню электронную версию нашей программы. Вы можете посмотреть на сайте вестикобр.ру. До встречи и удачного вечера. Торговый центр офиса «Дом» – это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства всех ценовых категорий. Наш адрес – улица Кирова, 294. Много, очень много мебели по выгодной цене. Мебельный салон «12 стульев» представляет лучшие коллекции для вашего дома. Роскошные спальни, столовые и мягкая мебель. Салон «12 стульев» – мебель для жизни. В предстоящие сутки атмосферный фронт удержит в регионе дождливую погоду, ограничивая дневной прогрев воздуха. На Зольском соберутся дождевые облака. Здесь около 9 тепла. Как обычно, в горах прохладнее. У подножия Альбруса температура днем упадет до плюс 2. Прогремят грозы. Ночью холоднее минус 2 со снегом. На 9 градусов выше нуля поднимутся столбики термометров в Тернаузе. В Баксане, Чигиме, Нордкале пасмурно и дождливо. Температура воздуха плюс 12-15. Для большей части прохладненского, майского, а также терского и лескенского прогноз более благоприятный. В этих районах 16, местами 19 с отметкой плюс осадки маловероятны. До 10 тепла в Кашхатау и слабый дождь. Не обойдется без осадков и в столице Кабардино-Балкарии в течение дня плюс 10-13. Это был прогноз от центра ФОБОС. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!